Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. И сегодня очень важное видео для многих людей. Называется оно «Запор. Все причины запоров. Как устранить запор, а заодно и вылечить, укрепить печень. Каков стол, таков и стул». Сейчас я расскажу вам обо всех мерах по устранению запоров. Массаж, упражнения, корректировка питания и другие важные меры в борьбе с запорами и для дальнейшей нормализации вашего пищеварения. Запор – это бич, это болезнь современной, благоустроенной цивилизации. Дивертикулит, кстати, возникает именно и практически только из-за хронических запоров. Сейчас у 30-35% населения цивилизованных стран есть запоры. И на то есть вполне и абсолютно объективные причины. И сегодня вы узнаете обо всех из них, а также о том, как устранить запоры. Также вы получите важные советы. Выполняйте рекомендации, учтите их, и тогда впоследствии запоры к вам уже никогда больше не вернутся. Регулярность дефекации, ежедневные походы в туалет по-большому должны быть непременно. И не правы те врачи, которые говорят, что норма похода составляет даже раз в 2-3 дня. Запоры могут быть функциональные и органические, и скоро я поясню все их причины. Режим похода в туалет должен быть обязательно. Его надо выработать, и тут важна стабильность питания и образа жизни, распорядка дня и полезных привычек. Стабильные условия всегда продлевают жизнь при всех равных прочих факторах воздействия. Врачи, которые исследуют и констатируют диагноз, это проктолог и гастроэнтеролог, а в особых случаях еще и хирург. Исследования это опрос больного, осмотр, колоноскопия, иригоскопия плюс рентген, компьютерная томография, сдача кала на дисбактериоз и сибр, а также на различные инфекции, ну и прочие исследования, возможно УЗИ, все это по необходимости и назначению лечащего доктора. Очень важно верно и своевременно поставить точный диагноз. Какова же конкретно у вас причина или причины ваших запоров? Ну а теперь я расскажу вам обо всех причинах запоров. Итак, причины запоров следующие. Первое. Рафинированная еда, искусственная еда, консерванты, красители, эмульгаторы и прочая химия в пище, все это убивает кишечную микрофлору и нарушает всасывание питательных веществ из кишечника в кровь. Второе. Вареная, жареная пища, когда ее более 80-90% от 100% пищи, которую вы съедаете за день. Когда у вас в рационе мало зелени, живой пищи. Третье. Картошка и вообще все вареные крахмалы, в том числе все хлебобулочные изделия, рис и прочее. Все это, безусловно, вызывает запоры. Добавим сюда еще и молочные продукты, кроме молочных жиров. Четвертое. Малоподвижный образ жизни, который, конечно же, провоцирует застойные явления. Это такой образ жизни, когда нет нагибов вниз, к земле. Каков должен быть у всех людей, то есть естество, жизнь на природе, работа с природой, ну скажем, на грядках, сбор трав, грибов, поклоны до земли, нагибы вниз должны быть. Ну и если у вас есть большой живот. Пятое. Может быть и рак, онкология. Или другие виды опухолей, например, полипы. Могут быть еще и спайки в кишечнике. И это все причины запоров. Тогда нужны всесторонние исследования, колоноскопия и прочее. Шестое. Частый, долгий прием слабительных. Особенно, когда люди применяют их годами. Ими вы отучаете свой кишечник работать. Вы просто этим убиваете нервный аппарат кишечника. Седьмое. Геморрой. Ну и, соответственно, боли. Тогда идет автоматическое сдерживание сфинктра, ануса. Идут спазмирования. И вслед за ними психологические проблемы, которые и влияют, и вызывают запоры. Восьмое. Артериальная гипертензия. То есть повышенное артериальное давление. В связи с этим прием вами не седативных, а гипотензивных препаратов с ингибиторами кальциевых каналов. Вот вам и запоры. Это частая причина запоров. Девятое. Антибиотики или применяемая химиотерапия. Конечно, приводит к запорам в том числе. Поскольку убивает работу симбиотической кишечной микрофлоры. Десятое. Это дефицит витаминов группы В и С. И вообще различные системные серьезные дефицитные состояния по многим питательным веществам. Одиннадцатое. Вы мало пьете воды. Кал при этом твердый, плотный. И могут быть запоры. Двенадцатое. Другие различные причины. Такие как стрессы, например, перелеты, смена часовых поясов, прочие стрессовые состояния. Объективные и субъективные. Или постельный долгий режим. Лежачего больного, к примеру. Бывают запоры и при рассеянном склерозе, и при проблемах с щитовидной железой. Ну и тринадцатое. Сидение на унитазах. Это правда. И нельзя не сказать про это. То есть при сидении на унитазе мышцы нашего таза оказывают давление на прямую кишку. И это приводит к неполной дефекации и к запорам. А должна быть в идеале от природы поза орла. Ноги должны подходить к туловищу под углом примерно 35 градусов. Это происходит, когда человек сидит на корточках. Вот тогда происходит естественное, простое и полное удаление из организма фекалий. То есть процесс дефекации. Можно, конечно, использовать специальные в этом смысле подставки под ноги. Сидя на унитазе есть такие. Пару слов о дивертикулите. От постоянных запоров возникает избыточное давление в толстом кишечнике и прямой кишке. Так возникает заболевание под названием дивертикулит. То есть выпячивание. По сути, варикоз кровеносных сосудов, питающих саму кишку. При этом могут быть сильные кровотечения, правда безболезненные, и воспаления. И может быть так называемый левосторонний аппендицит. Надо бороться с запорами. Изменением в питании стоит добавить в рацион питания псиллиум. Это шелуха семян поддорожника. Скоро на нашем сайте nadgar.ru он тоже будет. Мы около двух лет подбирали надежного поставщика с качественной, безопасной продукцией. Обязательно ешьте зелень. Смотрите вот эти два моих видео по зелени. Моторика, перистальтика часто нарушаются из-за недостатка воды, сидячего образа жизни и недостатка в рационе питания живой клетчатки. Смотрите обязательно мое системное видео «Пищеварительная система». Да, напоминаю, у меня есть еще два канала. Это «Жизнь на земле» и новый канал, который буквально на днях открыли по продуктам. Открыл я его, потому что не всем людям интересна информация о моих продуктах и товарах, к сожалению. Тем не менее, и поэтому я решил сделать отдельный канал для показа наших продуктов, товаров, приборов. Кому это будет интересно, я советую этим людям подписаться на этот мой новый канал. В любом случае, ссылки на эти два моих других канала на YouTube есть в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Ну а теперь, как убрать запоры? 10 пунктов. Первое. Пейте теплую воду. Очень хорошо и важно пить водородную воду. Вот два варианта лучших в этом смысле приборов. Персональный генератор водорода и свободных электронов. И непременно. Посмотрите вот это мое последнее по дате выхода на моем канале видео о живой водородной воде. Второе. Пройти курс пробиотиков и ферментов. В этом смысле можно посмотреть мою лекцию с Бутаковой «Здоровый кишечник» и мою лекцию «Дисбактериоз». Я очень советую пройти курс пропионовых симбиотических бактерий «Ивита». Ссылка на них будет в описании под этим видео. А подробнее я эту тему раскрываю в моем видео «Синдром дырявого кишечника». Третье. Обязательно потребляйте ягоды, но не все подряд, а именно голубику, особенно дикую, хотя можно и садовую, и чернику. Они очень хорошо помогают формированию и выводу каловых масс. Очень хорошо. Из фруктов номер один это, конечно, слива. Плоды сливы. Но сезонно с конца лета яблоки. Четвертый пункт. Живая клетчатка. Это зелень всевозможная с салатами, овощами. Это квашеная пища, ферментированная еда. Например, квашеная капуста, но только без сахара и без иных подсластителей. Посмотрите непременно вот это мое видео про квашеную капусту. Пятое. Это наклоны, приседания, поездка на лошадях, на квадроцикле, велосипеде. То есть, когда идут вибрации, можно применять вибрирующие микропрыжки. То есть, как бы такие микроудары, небольшие подпрыгивания. Или прыжки на батуте. Шестое. Массаж живота по часовой стрелке. Простой самомассаж. И надавливание на определенные части живота, как бы прощупывая кишечник и проталкивая каловые массы по кишечнику, по направлению к прямой кишке. Вы можете не знать анатомию, но вы сами интуитивно поймете, если будете проводить такие легкие надавливания при каждом походе в туалет. И это вам обязательно поможет. Но если у вас большой толстый живот, что у вас по сути нет талии, приведите питание в порядок. Уберите лишний жир. Ведь жир это болезнь. Чуть дальше я поясню, где найти ответы. Седьмое. Введите в рацион питания жиры. Например, желтки яиц, авокадо, различные орехи. Обязательно жиры принимайте с чесноком. Это сильное желчегонное средство и не будет застой желчи. Такую пищу надо принимать в первой половине дня. Восьмой пункт. Ешьте дикоросы. В последнее время я много видео снял на тему различных дикоросов трав. И ешьте больше различной, в том числе культурной зелени. Можно есть и соленые побеги черемши, и папоротника орляка. Это очень хорошие продукты для улучшения работы кишечной микрофлоры и формирования правильных каловых масс. Девятое. Надо убрать из рациона питания молочные продукты. Все, кроме молочных жиров, таких как сливочное масло, либо топленое. С точки зрения биохимии тут проблем нет. И всех либо булочные изделия. Однозначно. Десятое. При длительных и сложных запорах нужно пройти курс по очищению кишечника. Для этого вот вам моя лекция, где я объясняю все полно, понятно, доходчиво и больше не нужно никакой информации вообще. Лекция называется «Очищение и голодание». Речь идет про мероприятие, когда применяется магнезия и кружка эсмарха. Методика там дана полная. Можно применять, конечно, так называемую шанг-пракшалану. Или методику пуморицу. Ведь этот метод полезен не только для печени, но и для кишечника. А пройдя правильное, грамотное очищение и голодание, вы легко измените свои привычки в питании, у вас будет формирование новых полезных пищевых привычек и прекратится тяга к вредной, неестественной, но так привычной вам еде. Вначале я заявлял, что печень будет как новая. И это правда. Пара слов об этом. Просто введите в свой ежедневный прием сильные и натуральные гепатопротекторные средства. Это и расторопша. Достаточно размалывать семена расторопши на текущий день и по столовой ложке для взрослого человека принимать, запивая теплой водой, три раза в день до еды. Скажем, минут за 30-40-50. Либо после еды, через 50-60 минут. Или воспользоваться двумя препаратами готовыми, которые можно пить в виде напаров, в виде чаев. Это препарат Фандетокс и Заферан. Принимаются они совместно. Продаются они в Коралловом Клубе. Под этим видео, которое вы сейчас смотрите, будет ссылочка на то, чтобы зарегистрироваться в Коралловом Клубе, чтобы получать 20-процентную скидку от обычной розничной цены. То есть у вас будет клубная цена. Кто выберет такой вариант? И по ссылочке под этим видео будет регистрация и, соответственно, скидка для вас, как уже для членов Кораллов Клуба, если вы таковыми не являетесь. В любом случае, вы видите, я даю вам разные варианты. И обязательно пройдите антипаразитарную программу, потому что любому человеку ее нужно проходить два раза в год по причине того, что паразиты есть у всех людей. Вопрос количества, видов, стадий и мест дислокации и так далее. Ну и напоследок мои важные дополнительные советы. Перед едой непосредственно, ну минут за пять, пейте яблочный уксус. Чайная ложка на полстакана теплой воды. А подробнее, зачем, почему и как, смотрите мое видео про яблочный уксус. Второе. Принимайте соду, но только химически чистую, малыми дозами. Никакими не столовыми ложками. И не гасите ее кипятком. Как правильно принимать и зачем? И про последние научные официальные открытия Я рассказываю вот в этом своем видео о соде. Непременно его посмотрите, ссылка будет в описании. Третье. Интервальное питание и раздельное питание. Вот эти два моих видео посмотрите и учтите все, о чем я там говорю. Четвертое. Нужно убрать все сладкое из своего рациона питания. Обязательно уберите сахара. И не только синтетические сахара, но и натуральные. Зачем? Почему? Посмотрите мое видео «Инсулино-резистентность». Ну и пятое. Упражнение. Лежа на спине, согните ноги в колени и прислоните их к грудной клетке и к животу. Потом выпрямитесь. Так и повторяйте раз по 20-30. Делайте таких 2-3 подхода и так 2-3 раза в день. Еще стоит использовать вот это упражнение. Чередуйте их последовательно. Также лежа, скажем, на диване или на кровати, просто имитируйте езду на велосипеде по 30-40 поочередных движений подряд. И тоже 2-3 подхода и так 2-3 раза в день. Но вот, пожалуй, и все. Учтите это. И тогда точно на 100% вы решите эту проблему, если подойдете системно, комплексно. Конечно, если у вас нет каких-то уже органических изменений в кишечнике или опухолей. Ну а если, не дай бог, есть, то смотрите вот эту мою лекцию «Сахар и рак» и «Общие принципы лечения онкологии». Напоминаю, что все те видео, о которых я говорил сегодня, будут по ссылочкам даны в описании вот под этим видео. Ну вот и все на сегодня. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.